Дорогие подписчики, это рубрика «Вся правда о трансформерах». Здесь вы получаете различную информацию о разных героях, группировках, планетах и не только. Но, как вы знаете, везде есть конец. Как понимать, я думаю, придет время и вы поймете. А пока что я вам представляю фантастическую четверку. Стоп, не те, а просто четверку трансформеров, имена которых – Такситрон, Газл, Магматрон и, конечно, Джаксус. Необычный микс, но начинать нужно. Приятного просмотра. Давным-давно десептиконы попытались превратить беспомощного подопытного в настоящего воина. Однако им достался Такситрон – чудовищная мерзость науки, носящая лицо героического оптимуса Прайма. Извращенная насмешка над лидером автоботов. Такситрон мог бы с лихвой составить конкуренцию даже самому сильному автоботу, и это без учета ядовитого коктейля едкой слизи, который источится из каждого шва его доспехов. Необычная мутация, ходячий чан с токсичной грязью наделяет его огромной силой, огромной выносливостью, способностью исцелять даже самые серьезные повреждения, а также способностью смертельно расплавить любого автобота, который подойдет слишком близко. Неизбирательная опасность, которую он представляет как для союзников, так и для врагов, означает, что даже десептикон опасается санкционировать его развертывание на поле битвы, где он становится ревущим торнадо губительного химического разрушения. Токситрон прекрасно понимает, что его эксперимент провалился. Он спотыкается и путается на своем пути по жизни, говоря только для того, чтобы предложить жестокие угрозы или мрачные прозглашения гибели и мрак, и наиболее счастлив в смертоносных пустышках, таких как ржавое море или токсичные иловые болота. Однако за этим причудливым, почти болезненно комичным фасадом скрывается глубокий колодец первобытного вулканического гнева. Используемый, оскорбленный и отвергнутый своими создателями, Токситрон поклялся беспорядочно и без разбора отомстить идеальным ботам, которые никогда не страдали так, как он. В тех реалиях, где Токситрон связывает свою судьбу с саботажниками, он формирует тулущие рэкетча. В этом состоянии система внутренних силовых полей не позволяет ему случайно расплавить компоненты своего товарища по объединителю. Ядовитый какой? Теперь биография по комиксам of Master and Mayhem. Load Pedal и Oil Sleek пытались создать объединитель, но вместо этого создали объект, который постоянно выделял ядовитую токсичную кислоту и мог залечивать большинство ран. Они вживили статистный имплант, который парализовал Токситрон и кипел от ненависти, когда они не хотели, чтобы его использовали. Вишенкой на торте было лицо Птинуса Прайма. Его первая известная атака была на остатки сил автоботов во главе со спин-аутом, где Токситрон был взят в плен, а затем уничтожил солдат. Его вторым нападением было нападение на завод, производящий двигатели Ковче, куда он использовал транспортер из гниющей головы спин-аута, чтобы проникнуть внутрь, а затем сбил его с помощью джетфайера. В какой-то момент Шокуэйф или один из его подчиненных использовали Токситрона, чтобы вырастить оболочку Матрицы, которая позже стала частью Тандер Мэйхэм. После того, как Токситрон был нокаутирован некоторой помощью оффроуда, в него была установлена специальная сфера, которая позволяла ему объединиться с другими, а также другое специальное устройство Импактор. Команде впервые удалось сформировать могучего Рэккеджа. К сожалению, сеть душ оказались неуправляемой, и вскоре творение раскололось на части. Наверное, о нем столько, но дальше нужно просто читать полностью, а рассказывать отрывками будет немножко не то. А если все, то времени может не хватить. Что ж, я что-то чувствую газы. Ай, это был Газл. Понял, закаленный в боях, выживший в Software Wars Polygex, Газл, он же Fuel Line или Femotex, воин до мозга костей. Жесткий и серьезный солдат, у него мало времени и терпимости к тем, кто не может или не хочет сражаться. Единственное, что может сравниться с его жаждой боя, это его жажда топлива, поскольку, к сожалению, Газл оправдывает свое имя. У него значительный расход топлива из-за того, что, как он бросается в бой, и из-за его невероятных неэффективных систем. А теперь некоторые информации из биографии, например, по комиксам IDW. Первоначально его звали Пневматикс. Газл работал на складе в Юссе. Его миниатюрное физическое телосложение позволяло ему находиться на передовой линии войны, пока он не пришел в программу увеличения тела. Этот процесс увеличил его объем и заменил его в первоначальный альтернативный режим вилочного погрузчика на боевой танк марки разрушения класса 3. Это также увеличило его расход топлива почти в 100 раз, что в конечном итоге принесло ему прозвище «Жадный» среди сверстников. Будучи кадетом, Газл получил почти смертельное ранение, сражаясь с культом Черной эпохи. Выздоровев, он участвовал в ряде кампаний за пределами мира, что закрепило за ним репутацию целеустремленного и серьезного солдата. Он служил в возводе с Сизлан, Пинчером и Сиреной, прежде чем их перевели в Арк-17. В последствии Газл запросил членство в Рекере и получил статус резерва. Благодаря своим героическим действиям Газл был включен в шорт-лист для набора из резервного статуса собственно саботажников. По пути Гарус-9 саботажники столкнулись с импактором, сбежавшим из тюрьмы и размышляли о том, почему импактора выгнали из саботажников и заперли. Готовясь зайти в Гарус-9, через две входные капсулы Газл получил от Айронфиста новый пистолет, стреляющий чувствительными к мозгу пулями, за что он был очень благодарен. И с этой пушкой он с радостью обстреливал 10 иконов. Однако Газлу пришлось прекратить радостно взрывать головы своим противникам, когда Спрингер приказал ему обрушить проход, в котором они застряли. Немного жутью вам расскажу. Оверлорд схватил Газла и разорвал его на две части в поясе. Затем Оверлорд использовал две половины его тела, чтобы избить капа. Когда Оверлорд был побежден, Газлу удалось все-таки выжить. Спустя годы Газл продолжал совершенствовать себя, в конечном итоге приняв новую гигантскую раму. Его побуждения к насилию становились все сильнее и сильнее, и в конце концов он перешел черту и начал убивать своих побежденных врагов. А конец этого персонажа увы печальный. Когда выжившие автоботы забрались обратно в обломки, Газл нацелил два пистолета на капа и Праула, обвинив их обоих в инциденте с тещей и потерей многих своих друзей. Верите попыталась урезонить разгневанного саботажника, но Газл отказался слушать. Импактор взял дело в свои руки и выстрелил из гарпуна в голову Газлу, положив его навсегда. Вот так, прямо в яблочко. Третьим будет Магматрон. Магматрон стремится к одному, получить титул Императора Разрушения после провала Безумного Гальватрона. К несчастью для него выбранное им средство достижения этой цели неуклюжая группа предоконов, которые только и делают, что разворачивают его и останавливают ворчливым после своих неоднократных неудач в приобретении англума капсул. Тем не менее, он по-прежнему доволен тем, что сидит на своем троне на борту динозавра, пока его приспешники отправляются на миссии. Тенденция сломана только шансом встретиться летом к лицу с своим врагом большим конвоем. Но он не заинтересован в честной битве, борьбе, предпочитая уничтожать своих врагов с помощью мелких и закулистных тактик, чтобы обеспечить полную победу. Однако он не лишен нюансов, поскольку даже большее зло может побудить его к всепоглощающей Вендетте против тех, кто почти уничтожил его предков и поставил под угрозу святость самой вселенной. Эта Вендетта может даже потребовать жертвоприношения своих подчиненных, потрясая даже вечно преданного Геледарта. В конце концов, можно надеяться, что Магматрон сможет научиться работать со своими врагами, устраняя взаимные угрозы и вырасти из этого. Магматрон обладает уникальной анатомией, которая позволяет ему разделиться на три формы динозавров. Ланзавр, Сазавр и Скизавр. Или объединять их в единственное чудовище по имени Магмазавр. Очень необычный персонаж. Теперь мультсериал Beast Wars Neo. Магматрон сражался с большим конвоем на далекой планете, пока не столкнулся с ним лично. Потрясенный появлением легендарного воина, он попытался противостоять ему, но был быстро выведен из строя большой пушкой конвоя. Затем Магматрон нашел путь к большому конвою и другим новобранцам, высмеивая легендарного воина Максималов за то, что он был учителем, а не одиноким волком, как раньше. Вернувшись на свой корабль, Магматрон поклялся забрать энергию Ангулма, которая по праву принадлежала предоконам, без чем это смогут сделать большой конвой его Максималов. Когда Гелидар предложил напрямую атаковать Максималов на Мадеране, чтобы предоконы могли беспрепятственно искать там Ангулма, Магматрон согласился и предоставил ему автономию выполнения миссии. Если посмотреть имеющую информацию о нем по этому мультсериалу, то, наверное, столько расскажу. Но чем же могут нас порадовать комиксы Адидавию? Согласно одной из версий, Магматрон стал результатом одного из многих экспериментов, проведенных Советом Трипредака в связи с появлением технологии протоформ после подписания Пакса и Ветрония. Другая версия гласит, что в первые дни существования Пакса и Ветрония, Магматрон поставил под угрозу хрупкий мир, будучи неукротимым генералом, который не смирился с поражением. Когда Совет Трипредака подчинил его, его все еще разражали условия договора и очевидная готовность Совета перейти на сторону Максималов. Однако он принял изменение статуса и занял должность в Комитете по государственным делам вместе со своим старым врагом Большим Конвоем. Разочарованным решением Совета ждать своего часа, Магматрон набрал небольшую группу разочарованных воинов и установил профессиональные отношения с агентом Трипредака Рэвичем, чтобы быть в курсе ситуации на Земле. Обладая этой информацией, он сформировал четко продуманный план путешествия назад во времени над историческую Землю и перепрограммирование всех оставшихся портофор Максималов и Предаконов. Сохраняя свои планы в секрете до последнего момента, он рассказал своим войскам, что Совет приказал ему выполнить задачу, которую не удалось выполнить их предыдущему агенту – поймать мошенника Мегатрона. Как только его новая армия была собрана, Магматрон приказал им выследить Максималов. Следующая цель – найти и поймать Мегатрона, чтобы гарантировать, что Совет Трипредака не догадается о его настоящих планах. И все же получилось. Предаконы достали Мегатрона на созданную им трансфер-платформу и приготовились отправить Мегатрона в руки Совета, но их прервал блуждающий Гжимлок. Однако проблемой оказался Рейзербист. Из-за него Магматрон оказался временной неопределенностью, не способный путешествовать по всей истории, но не способный повлиять ни на одно из событий, свидетелем которых он стал. И многоточие. Несмотря на полученную информацию, герой вроде интересный, но серьезно важного мне показалось мало. Остался последний герой – Грозный Джаксус. Вот тут, наверное, мы немножечко застрянем. Джаксус – необычный трансформер. Он обладает необычным происхождением по сравнению с большинством представителей своей расы и стремится создать единую скибертонскую цивилизацию во всей известной вселенной. Джаксус не из тех, кто любит импровизировать. Он так долго отрицал свои порывы, что это ослабило его собственную способность думать на ходу во многих ситуациях. Как только Джаксус определит курс действия, ему будет трудно отклоняться от своей стратегии. Давайте перейдем к биографии комиксы Marvel G2. Миллионы лет назад, через некоторое время после того, как Optimus Prime и Megatron покинули кибертроны и потерпели крушение на Земле, Джаксус родился посредством давно забытого многообещающего способа размножения. По началу Джаксус – жестокий и мелочный тиран, управляемый своими иррациональными желаниями. Постепенно научился хоронить эту часть себя под слоями ледяного контроля. Устав от конфликта автоботов и десептиконов, Джаксус отправился со своими многообещающими братьями в космос, решив основать новую кибертронскую империю, свободную от войны, которую ввели те, кого он считал революционным возвратом. Джаксус начал уничтожать то, что он считал низшей жизнью, и терраформировать завоеванные миры. А также темная его сторона все же пробудилась. До начала было многообещающим, а закончил так резко и быстро. На очереди комиксы IDW. Джаксус из Царуса Минора сделал себе имя в годы, последовавшие за Первой кибертронской гражданской войной, став главным стратегом-теоретиком. Новопрайм – ученым-новатором, чьи эксперименты вращались вокруг развития кибертронских видов. Будучи членом ближайшего окружения, Новый Джаксус присутствовал, когда Прайм обнаружил Хрусальный город и открыл кибертронную эпоху процветания. По приказу Новый Джаксус провел Золотой век, разрабатывая жизнеспособный комбинатор, стремясь заново открыть секреты и загадки комбинации Нексус Прайм. В конце концов, Джаксус направил свои таланты на воссоздание других потерянных аспектов кибертронского общества, исчезнувших вместе с Тринадцатью. Стремясь вновь представить концепцию Пола своему виду, он нашел добровольца Арсии. Однако, процедура почему-то пошла не так, и она осталась травмированной, и не желала ничего, кроме как оторвать конечность своего создателя. Во время своего пребывания на посту главного ученого Ново Прайм, он также разработал ленту Вампарка, оружие которой высасывало жизненную силу своих жертв, чтобы использовать ее в качестве боеприпасов. К концу Золотого века Кибертрона, Джаксус успешно завербовал шесть трансформеров и объединил их в единый объединитель. Однако, когда он представил свое творение, его объединитель оказался безумным существом, назвавшим себя Монструктором. Джаксус покинул Кибертрон в составе экипажа на борту оригинального космического корабля Ковчег до того, как неудача Монструктора получила шанс опозорить его. Когда Ковчег столкнулся с пространственной аномалией в пространстве Бензулиного, Прайм был заинтригован и заставил корабль войти в аномалии. Ваши последствия оказался в ловушке Мертвой Вселенной и смог покинуть ее лишь на короткое время прежде, чем умереть. Джаксус стал доверенным лицом переименованного Немезиды Прайм и разработал план по объединению Мертвой Вселенной с обычной, что позволит им вернуться домой и получить власть над объединенной реальностью. Можно заметить несколько встречек Джаксуса и Арси. А также много, даже очень много эпизодов с Мертвой Вселенной и разными персонажами. Я думаю, у вас образовалась картина этого героя, но его еще также можно увидеть и в других проектах. Надеюсь, такого количества информации будет достаточно. Что ж, время фигур. Сегодняшний выпуск получился, наверное, немного странным, так как информация о них есть, но рассказывать либо надо полностью, или же примерно, как я. Надеюсь, получилось информативно и интересно. Пора заканчивать. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на канал, поставьте лайк для поддержки, также нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить свежие видео. И увидимся еще в новых частях. Спасибо, всего ночи, всем пока.